Мениханов Рустам Нургалиевич, российский государственный деятель, президент Республики Татарстан. Пользуется чрезвычайно высоким уважением и народным доверием. Член Высшего Совета партии «Единая Россия», доктор экономических наук. В прошлом профессиональный спортсмен-автогонщик и заслуженный мастер спорта. Рустам Мениханов родился 1 марта 1957 года в селе Новый Арыш Республики Татарстан. Родители будущего президента Нургали Медхадович и Васига Мубараковна создали крепкую семью, подарив жизнь трем сыновьям – Рустаму, его старшему брату Ревкату и младшему Раису. В начале 60-х годов семья Менихановых переехала в Сабинский район, где отец устроился директором местного лесопромышленного хозяйства, а мать трудилась воспитательницей в детском саду. В школе Рустам учился хорошо, отличался послушанием и трудолюбием, и хотя он был на год младше своих одноклассников, это совершенно не мешало ему в учебе. Получив аттестат о среднем образовании, Мениханов поступил в Казанский сельскохозяйственный институт на специальность инженера-механика. Параллельно с обучением трудился на должности инженера-диагностика в Сабинском районном объединении сельхозтехника. В 1980 году он стал старшим энергетиком Сабинского лесопромхоза, а позже его главным энергетиком. В 1986 году Рустам Нургалиевич окончил казанский филиал Московского института советской торговли, став товароведом высшей квалификации. Позднее, защитив кандидатскую и докторскую диссертации, он получил ученую степень доктора экономических наук. В этот же период Мениханов занял должность главы правления Арского района. Через пять лет, в 1990 году, он перешел на пост председателя Арского районного исполнительного комитета. Через два года Рустам Нургалевич был назначен первым заместителем главы администрации Арского района, а с 1993 года возглавлял администрацию Воскогорного района. С 1996 года в течение двух лет Мениханов занимал должность министра финансов Татарстана, после чего Рустам Нургалевич встал во главе правительства республики. За время работы на этом посту, он совершил технологический переворот, вследствие которого вся управленческая документация перешла в электронный вид. Также политик сделал прозрачную работу чиновников и добился победы Татарстана в гонке за право проведения универсиады. 22 января 2010 года, накануне истечения своего президентского срока, господин Шаймиев озвучил главе Российской Федерации Дмитрию Медведеву просьбу больше его на этот пост не выдвигать. Вместо себя он предложил кандидатуру Рустама Мениханова, который после одобрения Государственным Советом Республики 25 марта 2010 года стал президентом Татарстана. Через пять лет, за день до окончания полномочий, 24 марта 2015 года, президент России Владимир Путин предложил Мениханову занять должность исполняющего обязанности президента до предстоящих выборов. А уже 13 сентября 2015 года Рустам Мениханов одержал уверенную победу на выборах президента Республики Татарстан. Рустам Нургалевич является сторонником активного внедрения современных информационных технологий в функции государственного управления. В июле 2017 года по итогам исследования российского исследовательского агентства блогеров, президент Татарстана Рустам Мениханов попал в тройку самых социально активных региональных государственных деятелей. Также политик занимает пост главы Совета директоров открытых акционерных обществ Татнефть, Татнефтехиминвестхолдинг, связь Инвестнефтехим и является председателем попечительского совета футбольного клуба Рубин. Личная жизнь Рустама Мениханова никогда не давала поводов для желтой прессы. Его первая, единственная жена Гульсина Ахатовна, младше его на 12 лет. Познакомились с супруги более 30 лет назад и с тех пор не расставались. Президент Татарстана вообще выступает активным противником разводов и даже несколько ужесточил в данном отношении законодательство республики. Твою позицию он доказывает личным примером. Жена Рустама Мениханова занимается бизнесом. Ей принадлежит один из элитных салонов красоты Казани. Супруги воспитали двоих сыновей – Эрека и Искандера. Счастье семьи омрачила трагедия, произошедшая 17 ноября 2013 года, когда при заходе на посадку в аэропорту города Казань разбился пассажирский Боинг 737. Во время аварии погибли все пассажиры, в числе которых был и старший сын Рустама Мениханова – Эрек. У него осталась беременная жена Антония, которая ровно спустя месяц родила девочку. Первую внучку президента назвали Андрианой. Рустам Мениханов является заслуженным мастером спорта России. Увлекается автоспортом, регулярно участвуя в соревнованиях по автогонкам, включая чемпионаты Европы. Политик является многократным победителем и лауреатом кубков президента Республики Татарстан по ралли-кроссу и автокроссу. Становился бронзовым призером чемпионата Европы, многократным призером отечественных чемпионатов и чемпионом России. Кроме того, он свободно управляет портолетом. Редактор субтитров А.Семкин